всем привет с вами канал артмания смотрите что у меня здесь вы видите мне наконец-то пришло кое что в голову и я взяла у мамы тетрадочку такую интересную такая красивая еще от линии кожи как будто бы сделать было бы шикарно и тут я кое-что вот пишу писала прямо на одном дыхании даже кофе у меня здесь телефончик все такое сейчас расскажу всем приветики снова в голову что-то пришло очень интересное она ко мне уже приходил несколько лет назад но я как-то до него немножко не дошла сейчас моей жизни было несколько толчков интересных таких которые меня куда-то там двигают все время и наконец-то я к этому подошла поближе сидела писала были прям глобальные мысли прям шли 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 я прям писала 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 и не поверите вдруг звонит домофон при том то что я нахожусь у мамы я ни разу не слышала как у него звонит домофон и как звонит звонок я думала звонок смотрю домофон пошла в окно посмотрела никого не видно обычно у нас то есть в семье как принято если допустим ты приходишь в гости ну то есть наши родственники до без звонка то ты звонишь домофон какое-то время да никто не тебе не открывает ты отходишь назад и смотришь в окно чтобы тебя в окно увидели что это ты пришел там что пришел такой такой там ваш там бабушка прабабушка например дедушка папа мама там все такое неожиданно да то есть у нас в семье принято вот так смотрел смотрел смотрела смотрела в окно нету потом я открыла окно туда посмотрела около подъезда никого не увидела подумала что на почтальон или может кто-то ошибся ладно села писать дальше тут вдруг стук в дверь я думаю батюшки кто это может быть тихонечко подкрадываюсь глазочек открываю хорошо здесь глазки вот правда как без них раньше жили наверное раньше их не было да или они всегда были даже не знаю стоит какая женщина просто какая-то женщина лет пятьдесят шестьдесят где-то вот так вот может побольше не знаю такая неплохо выглядит есть там вот женщины разного возраста но допустим там шестьдесят с лишним может человек выглазить прям очень старо бывают очень молоды бывают даже вот тут кожа у женщин прям такая гладенькая такая красивая в пятьдесят лет там шестьдесят вот бывают а бывают старенько вот у всех видим как-то тут по-разному стоит потом смотрю она что-то отошла просчитывает квартиры вроде может быть не в ту звонит нет обратно возвращается и опять случится в дверь я значит пошла думаю надо маме позвонить узнать может мама ждет кого может просто забыла мне сказать в этот момент не звонит в звонок это звонок такая мелодия играет 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 на играл вот позвонила моей мама сказала что никого она не ждет чтобы никому дверь не открывал нет никого дома ладно звонок прозвенел тут она начинает дергать за ручку то есть у нас только отручка вниз да и на себя Не знаю, почему люди за нее всегда дергают. Почему они это делают? Я помню, знаете, когда у нас еще в 2005, по-моему, это был год. А, нет, подождите, это еще раньше было, наверное. Где-то в районе 2000-х годов появилась у нас дверь в нашем подъезде. Это самая единственная дверь, которая была только у нас в нашем подъезде. Сначала в тысячных. Ну, где-то там, плюс-минус. 2005-й, нет, по-моему, 2000-й. Она была как раз вот ее дергали. Ну, то есть нажимаешь на нее и на себя. И все, кто бы ни приходил, все за нее дергали. Я помню, мы переехали, это было постоянно. Каждую неделю, ну, кто-нибудь придет, позвонит в дверь, постучит и обязательно дернет. Вот я думаю, интересно, вот человек, когда дергает за эту ручку, о чем он думает? Что сейчас он откроет дверь, зайдет в квартиру, да? А что дальше? А вдруг дверь открыта, а в квартире никого нет? Что он будет делать? Зайдет, эй, кто-нибудь дома есть? А, никого нет дома, да? Ну, ладно, захлопнула, пошла, да? Так что ли? Вот я не понимаю, когда я кому-то прихожу, я никогда не дергаю дверь. Я звоню, звоню, звоню в дверь, там, стучу, стучу. Нет, значит, нет, ушел. Не понимаю, зачем это делать? Подергала она ее, постучала, еще раз позвонила в этот звонок и ушла. И после этого, знаете, у меня прям вот шли мысли, мысли, мысли. Я писала, писала, прям вот, все хотела скорее записать, все прям, не просто записать, а разложить по пунктам, именно по пунктам разложить, чтобы было потом понятнее рассказать вам свою мысль. И она ушла, и все, и у меня как все улетело, просто все улетело. И я так села, а, так, что я тут писала? Прочитала свои мысли, и все, и просто тупик, просто тупик. Не знаю, может быть, эта женщина была, мне какой-то знак, что, Наташа, ты еще пока рано этим занимаешься, что попозже. Но у меня пришло в этот раз прям очень-очень много идей, очень их много. То есть мне эта идея приходила уже года два назад, но тогда я не знала, как же сделать лучше, как бы не было мысль, мыслей, мысляй. Вот, а сейчас они пришли. Ну, то есть, как обычно, я записываю ролики, мне пришла мысль, я ее думаю, 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 потом мне приходит больше мыслей, я их записываю, записываю, и потом ролик. Либо там мысли записываешь, и потом их постепенно-постепенно дописываешь в тетрадочке, да, и записываешь ролик. То есть не просто, чтобы вам вкратце рассказать, а рассказать это более глобально и более понятно. Короче, вот так у меня сегодня начался день необычный. Я думала, что сейчас она уйдет, я спокойно дальше досижу, допишу. Ну, мне тут-то было. Не приходят мысли больше, все. Вот надо было, надо было мне на камеру все это сидеть и записывать. Потом бы я послушала свои мысли, сформулировала бы, наверное, их, и дома уже потом записала бы все свои мысли. Вот. Уже почти 7 минут прошло. Вот. Какая у меня там пришла мысль, вы узнаете, наверное, немножечко-немножечко попозже. Конечно, я на всю эту тему, то, что у меня там в тетрадке написано, запишу отдельный ролик. Все это будет отдельный ролик у меня записан. Будете нужны, наверное, вы мне для помощи небольшого такого развития, небольшого проекта, да, развития. Вот. Возможно. Ну, невозможно, будете нужны. И, наверное, я его там запущу, потом запишу, потом чуть-чуть наберу людей туда, потом вас приглашу. И, короче, там что-то такое. Но должно, я думаю, получиться. Надо это начинать, надо это делать. Чтобы что-то получилось, надо начать. Надо начать. Еще где-то недавно видела какую-то картиночку. Там было написано. Я не помню конкретно, что там было написано. Но, как бы, если просто это понять, то там было примерно... Если ты будешь бояться, стесняться, то у тебя ничего не получится. А если ты будешь, не будешь, как бы, бояться, будешь стараться идти вперед, то у тебя все получится. Ну, как-то вот что-то вот в этом вот роде. И, как бы, когда сидишь часто дома, в основном, то просто даже выйти на улицу, заснять на видеокамеру что-то на улице, иногда порой становится немножко страшновато, если честно. Вот. Хотя, зная, что у меня там уже столько роликов на ютюбе, там, ого-го, их сколько, я уже столько раз везде снимала. Но, когда ты долго не снимаешь, то немножко становится, честно, страшновато. Вот. Вот просто так вот разговаривать на камеру, это легко. Это легко, реально. Это просто. Ладно, не буду вас забалтывать. Сегодня у меня день начался вот так вот. Дальше там следите за новостями, смотрите, подписывайтесь, ставьте лайки. Лайки, пишите в комментариях, Наташа, что у тебя там за такой... Нет, не Наташа. Наташу я, кстати, не люблю, когда ко мне обращаются. Мне нравится, когда ко мне обращается Наталья. Наталья. У меня в паспорте написано Наталья, а не Наташа. Когда ко мне обращается Наташа, мне кажется, что человек меня хочет обидеть заранее. То есть он пишет, как будто бы там, та-та-та, какое-нибудь там слово такое, обзывательное, а потом продолжение там чего-то. Типа вот я тебя обидел, а потом вот я тебе высказал, ну, там, написал то-то, то-то. Как, знаете, вчера я шла домой, возвращала вчера домой, иду к подъезду, подхожу. Ну, так я оглянулась, никого нету. Вот. Мама всегда меня учила, прежде чем к подъезду подходишь, всегда оглядывайся, чтобы за тобой никто не шел, потому что мало ли, что там у человека в голове. Вроде никого не было, но я была сильно уставшая. Подхожу к подъезду и слышу сзади себя шаги. Ну, я, конечно, так отошла немножечко от подъезда, думаю, подожду, пускай человек зайдет. Поворачив голову, там идет какой-то полупьяный мужик. И он такой, женщина мне, не пугайтесь, я не за вами иду, я иду клеить, приклеивать объявления. А я такая уставшая, уставшая, у меня уже такая голова была в каше, я даже не заметила, что он меня женщиной назвал. Я даже это не заметила. Обычно я всегда говорю, я всегда высказываю, я не люблю, когда меня называют женщиной. А, говорю, понятно, говорю, ну, слава богу, говорю, что вы не за мной идете. И повернулась, открыла дверь и пошла. Дверь захлопнулась, и тогда я уже пошла дальше там по ступенькам клипсу. То есть я всегда жду, дверь захлопнулась. Хорошо, все, я могу идти дальше. А то вот так поднимаешься, 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 там дверь не захлопнулась, да, кто-нибудь за вами там сбежал и чего-нибудь там начал делать. А так есть маленький вариант, что ты можешь из подъезда успеть выскочить до того, как там кто-нибудь войдет. Потом уже, когда я начала подниматься по лифту, я вдруг вспомнила, что он меня назвал женщиной. Я думаю, ну, неужели я такая толстая стала? Думаю, неужели я похожа сзади на женщину? Думаю, ну, какой-то кошмар. Для меня, просто знаете, для меня женщина – это какое-то немножко оскорбительное слово, когда молодую девушку, например, да, стройную молодую девушку лет 18, 19, 20, там, да, 25, назовут же, ну, 25, ладно, 18 лет, да, молодую девушку назовут женщиной. То есть на нее смотришь, ты не видишь, что это взрослая, взрослая, большая такая женщина. То есть вы это не видите? Вы видите молодую девушку. Так зачем ее называть женщиной? Непонятно. Зачем? Вот, поэтому для меня это очень такое слово оскорбительное. Ну, допустим, там, 50 лет, да, человеку, то есть, ну, ты уже назовешь ее не девушкой, а женщиной. Хотя, конечно, бывает по-разному выглядит. Бывает, ей 50 лет, да, она может выглядеть на 30, на 20. Ну, и, естественно, старушка. Ты не назовешь ее старушка, бабушка, да, на улице, ты назовешь ее женщиной, правильно? Ну, не девушка же, да? Хотя, честно, один раз у меня было, я стояла в автобусе, передо мной стояло, ну, волосы такие, хорошие такие волосы, стройненькие, одетые. Я думаю, или женщина, или девушка. Ну, думаю, наверное, девушка вроде такая стройненькая, и все. Я так, девушка, а вы выходите? Она поворачивается, а там такая бабушка. Она такая, да! И я думаю, блин, ей, наверное, стало так приятно. И мне так это понравилось, эти вот ее эмоции, то, что ей приятно. И иногда, честно, я, да, я говорю девушкой. Если даже передо мной стоят женщины, я говорю девушкой, потому что она улыбается, мне нравится. Видеть их эмоции, как они улыбаются, как они рады. Ну, представляете, человек потом идет по улице, ну, вышел, да, из автобуса идет по улице, думает, меня назвали девушкой, наверное, я стройная, красивая. Там вообще эмоции там зашкаливают, да? Ну, да, я, в принципе, могу. Женщины как-то бульгарно слишком это звучит. Ну, мужики, наверное, так и называют. Ну, как мы называем мужиков? Мужик, мужик, да, мужики. То есть для нас тоже звучит парень. Там мальчик, это там до скольки-то лет, да, там парень. Это уже 17, наверное, 18, 19, 20, 25, да? В 30 лет, наверное, мужчина. То есть я знаю, что, ну, я так думаю, вернее, что некоторым, если в 30 лет назвали мужчиной, им обидно. Хотя, честно говоря, для меня я не понимаю, почему. Просто в 30 лет, в 40 лет, в 50 лет не назовешь парень. Для меня слово парень, например, это когда девушка встречается с парнем, то есть она как бы называет «это мой парень». То есть вот парень, это мой парень, парень. Там это парень, то есть это ее молодой человек, да? То есть для меня это вот так вот. Просто там сказать, допустим, там «сейчас парень подойдет». То есть для меня в уме будет звучать «сейчас мой парень подойдет». У меня вот, например, вот так. Не знаю, напишите в комментариях, как это будет у вас. Тема у нас прям ушла с вами так глобально в другую совсем сторону. Так прям вообще необычненько. Вот. Да, давайте, наверное, закончим. Иначе у меня сейчас тема продолжится на полчаса дальше. А я хочу еще успеть погулять. Я сейчас нахожусь у мамы, отдыхаю. У меня уже остались прям вообще последние деньки моих прогулок. Вчера вот мы с вами там гуляли по Ленинскому проспекту, туда-сюда, где-то там ходили. Вот. И у меня, наверное, вот сегодня еще денек. Еще там, наверное, не знаю, на следующей неделе будут ли у меня деньки или нет. Я знаю, что там свекровь уже с ребенком очень-очень сильно устала. Она устала в первый же день, оказывается, как выяснилось. Вот. Непонятно, как Наташа не уставала. Ну, вернее, я, да? Ну, уставала, конечно. Ну, не знаю, почему устает она. Вот. И посмотрим. Посмотрим, что там я еще сегодня запишу. Это уже выйдет отдельным роликом. Наверное, что-нибудь запишу. Так. Ну, и все. Давайте. Всем пока-пока. С вами был канал Артмани. Конечно, я хочу с вами еще поболтать, но я хочу и погулять тоже. Я хочу и погулять тоже. Давайте. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok